На минувшей неделе мы научились различать полутона, пытаясь уловить разницу между формулировками «остановлен», «приостановлен» и «временно приостановлен». Вторая неделя кризиса на автомобильном рынке показала, что ситуация хоть и тяжёлая, но не ужас-ужас. Остановившиеся заводы не увольняют работников и ищут способы перезапуститься. У дилеров есть какой-никакой запас автомобилей. А на мировой арене сейчас мог бы состояться Женевский автосалон. Хоть он и отменён уже третий год подряд, новинки выходят по расписанию. Рено показывает среднеразмерный паркетник Austral, Volkswagen подготовил электрический минивэн ID.Bus, а Mazda выкатила первую модель на новой парадольномоторной платформе — CX60. АвтоВАЗ пытается выкарабкаться из производственного кризиса. С 14 по 18 марта автогигант возобновит производство автомобилей на своём главном предприятии — Тольятти. Правда, с конвейера смогут сходить только семейство Гранта и внедорожники Нива Ледженд. Что касается производственной линии, где делают машины на платформе B0, то она продолжит простаивать. А это значит, что конвейер не сможет дать рынку не только Логана и Сандера, но также Лады, Икс Рей и Ларгус. В Ижевске продолжат готовить запуск обновлённой Весты. В этом процессе занята только часть персонала, а все остальные распущены по домам. Правда, с сохранением двух третей от среднего оклада. И ещё! Всего одна фотография, но море надежд! Главе АвтоВАЗа Николя Мору показали первый собранный экземпляр будущей новинки от марки Lada. Это будет одноклассник Гранты и Весты, но уже на французской платформе CMFB и с каркасом кузова от Рено Логана третьего поколения. Впрочем, автомобиль под маркой Lada примерит другие кузовные панели, а также чисто вазовские атмосферные моторы. Возможно ли такое во времена жесточайших санкций? Как видим, в отличие от иностранных топов других компаний Николя Мор из России не выехал, а владеющий большей частью АвтоВАЗа Альянс Рено-Ниссан дипломатично хранит молчание. О полном уходе с российского рынка не сообщил ни один бренд. Но большинство иностранных автозаводов остановлены. Исключений пока четыре. Ещё на прошлой неделе работу в обычном режиме декларировал завод Мазда Солерс во Владивостоке. Не прекращал работу завод Хавейла в Тульской области. Калининградский автотор заморозил сборку БМВ, но вроде бы продолжает собирать Хёнда и Киа. Четвёртый пример — это Stellantis, а точнее их совместный с Mitsubishi завод PSMA Rus под Калугой, который выпускает Peugeot, Citroёn, Opel и Mitsubishi. Глава Stellantis Карлос Таварас в интервью CNN заявил, что остановка завода навредила бы простым людям, однако конвейер может встать по прозаической причине отсутствия деталей. Очевидно, производство пока держится на запасах компонентов. А вот что прервано, так это импорт и экспорт автомобилей. Напомним, что турбодизели 1.6 и фургоны Peugeot Expert для Европы начали собирать ещё в прошлом году. Нынешней весной и осенью планировали расширить географию поставок, а под конец года на конвейер наряду с Peugeot, Citroёn и Opel должен встать четвёртый фургон — Fiat Scudo, ориентированный исключительно на экспорт. Однако теперь эти планы придётся корректировать. Прояснилась и ситуация с петербургским заводом Ниссана. 2 марта компания предупредила о временной остановке импорта кроссоверов Pathfinder и не исключала при остановке российского производства из-за задержек комплектующих. И вот теперь это произошло. С 14 марта завод уйдёт в простой, предположительно, на три недели. Петербургский завод Toyota встал ещё 4 марта. Московский офис компании хранил молчание целую неделю и только теперь уведомил, что поставки автомобилей Toyota и Lexus в Россию временно приостановлены до дальнейшего уведомления в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе. В связи с задержками поставок комплектующих, завод в Санкт-Петербурге, производящий RAV4 и Camry, приостановил свою работу с 4 марта 2022 года. Все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет. КАМАЗ предполагал, что запасов импортных комплектующих хватит до середины марта. Однако отдел планирования ошибся. Большая часть деталей успела иссякнуть. И сейчас российский автогигант переориентирует производство на классическое семейство К3, то есть с модернизированными кабинами родом из 70-х годов. Модификации экологического класса Евро-5 обеспечат продукции Ярославского моторного завода и Ярославского завода дизельной аппаратуры. Параллельно на самом КАМАЗе резко, в разы, нарастили выпуск собственных дизельных восьмёрок КАМАЗ-740 и механических коробок типа 154, которыми планируется заменить ставшие санкционными моторы КАММИНС и трансмиссии ЗТФ. Топливную аппаратуру Бош заменит Барнаульская — алтайского завода прецизионных изделий. Выпуск современных грузовиков поколений К4 и К5 продолжится в марте. В сумме запланировано чуть больше полутысячи машин, а в небольших количествах даже в апреле, пока не иссякнут компоненты. Дальше К4 окончательно уйдёт в историю. Однако, как заверил первый заместитель гендиректора Юрий Герасимов, дата возобновления производства самой свежей линейки К5 уже определена. Я не стану пока называть конкретную дату восстановления производства К5. Она уже определена, но программу нужно утвердить на уровне гендиректора. Мы чётко видим, как вернуться в скором времени к сборке модели 54901, которая так востребована на внутреннем рынке, особенно в отсутствии конкуренции. Для серии К5 прорабатывается вариант с китайским дизелем Вейчай, сборка которых налажена в соседней Белоруссии. Проще говоря, в набережных Челнах нашли, чем заменить попавшие под санкции узлы и агрегаты. А это значит, что российские перевозчики не останутся без современных грузовиков. Эту нишу займёт КАМАЗ. Кстати, свою деятельность на территории России приостановила абсолютное большинство европейских марок. Исключением оказался только голландский DAF, который давно принадлежит американскому концерну Паккар. Так что пока шесть представителей большой европейской семёрки будут придерживаться санкционного курса, седьмой игрок DAF теоретически сможет закрыть потребности отечественных перевозчиков. Между тем, в двусмысленном положении оказалась итальянская компания Ивека, чей гендиректор Герит Маркс в интервью агентству Bloomberg высказался о невозможности вести бизнес в России. При этом никаких официальных заявлений не делал ни главной, ни российский офис. Поэтому ситуацию можно считать подвешенной. Если всё-таки будет принято решение даже не о приостановке, а о полном уходе, то, безусловно, мы будем скучать по рамным грузовичкам Daily. Но куда хуже, если итальянская сторона выйдет из совместного предприятия Ивека АМТ. Челябинская Ивека АМТ, где АМТ расшифровывается как автомобили Миас Турин, расположена неподалёку от автозавода Урал. Оно выпускает грузовики и спецтехнику, заточенные под тяжёлые условия эксплуатации. Скажем, самосвалы Ивека АМТ — это аналоги Ивека Треккер, которые отличаются более мощной рамой, усиленными мостами немецкого производства и российской рессорной подвеской. А вот кабина и моторы были итальянскими. И ещё одна важная новость, посвящённая российской автомобильной промышленности. Правительство и Госдума готовят законодательные возможности для национализации имущества компаний, решивших покинуть Россию. Зарегистрированный в Думе законопроект позволит судам вводить внешние управления на заводах и любых других организациях, которые на четверть и более принадлежат иностранцам из недружественных государств. В список последних входят 27 европейских стран, а также Япония, Корея и многие другие. Так что если проект станет законом, то Volkswagen, Daimler и многие другие, в теории, могут лишиться своих сборочных площадок. Премьер-министр Михаил Мишустин уже высказал идеи президенту Владимиру Путину. И глава страны этот замысел одобрил. Впрочем, о реальном применении инициативы говорить рано. Да и практический смысл в национализации вырванных из производственной цепочки сборочных площадок не всегда есть. Еще одна идея правительства — поднять планку налога на роскошь. Так принято называть повышенную ставку транспортного налога для дорогих автомобилей. До сих пор им облагались машины ценой от 3 миллионов рублей. Согласно особому списку Минпромторга, в последней редакции которого насчитываем 1380 позиций. А с 2022 года планка сдвигается на 10 миллионов рублей. Уточним, что речь идет именно о проданных, начиная с 1 января, новых автомобилях. Причем порог в 10 миллионов не учитывает дилерские наценки, а только лишь рекомендованные производителем розничные цены. Поэтому число автовладельцев, реально уплачивающих налог на роскошь, сократится далеко не сразу. Например, для автомобилей ценой от 3 до 5 миллионов рублей повышающий коэффициент действует 3 года, ценой от 5 до 10 миллионов рублей — 5 лет. Однако в последние годы в списке Минпромторга оказались даже модели массовых марок — Citroën, Kia, Peugeot и Skoda. И поднятие порога до 10 миллионов — это хорошая новость даже с учетом вероятного роста цен. А теперь, наконец, перейдем к мировым новостям. Некоторое время назад боссы Рено придумали стройную схему под названием «Новая волна». За народные автомобили теперь отвечают марки «Лада» и «Дачия». А сама Рено попробует сделать совсем другие машины — более дорогие и престижные. Такие как «Рено Австрал», название которого происходит от латинского слова «аустралис» — «южный». По формату это обычный городской кроссовер вроде «Фольксвагена Тигуан». Однако французы заявляют революционный интерьер с мягким пластиком, натуральной кожей и деревянным шпоном. В плане техники тоже есть чему удивиться. Скажем, у топовой 200-сильной версии между бензиновым и электрическим моторами установлена трехвальная коробка передач без синхронизаторов и сцепления. Трогается машина на чистой электротяге, а ДВС запускается после начала движения. В момент смены ступеней электроника согласовывает скорости вращения коленвала бензинового двигателя и ротора электрического мотора. Менее мощные исполнения «Австрала» также сплошь гибридные, но устроены вполне традиционно. В их основе лежат малокубатурные движки, к которым пристроены электрические 12- и 48-вольтовые довески. В платформе, которой щедро поделился свежий Nissan Qashqai, специалисты «Рено» тоже нашли место для передовых решений. Так, за доплату для кроссовера будет доступна полноуправляемое шасси. В 99-м году, свернув выпуск седана 929, японская Мазда одновременно распрощалась и с продольными моторами, и с задним приводом на массовых моделях. Но теперь продольно-моторная компоновка возвращается. Для чего? Ради большей прибыли. Ведь японцы вдруг надумали бросить вызов большой немецкой тройке. Поэтому новейший кроссовер CX60 — это конкурент для Audi Q5, BMW X3 и Mercedes GLC. Понимая тяжеловесность соперников, японцы сразу вытащили козырь. В Европе 60-ка будет стоить от 47 тысяч евро. То есть на 15-20% дешевле немцев. Сперва европейской публике предложат гибридный вариант, построенный вокруг 2,5-литрового атмосферника. Он удивляет бодростью разгона и системой полного привода. Вместо муфты маздовцы вдруг применили классический дифференциал. Дальше будет интереснее. Изюминкой более мощных версий должны стать бензиновые и дизельные шестерки объемом 3,3 литра. К ним приладят мягкогибридные надстройки и 8-диапазонный автомат. Тем удивительнее, что инженеры не решились внедрить пневмоподвеску, обойдясь обычным пружинным шасси. И вообще свежая Мазда просто мечта консерватора. Спокойные линии, классические пропорции. Важная интерьерная изюминка в центральной части передней панели, что может быть обшита тканью или кожей. Это сразу добавляет уюта. А для ценителей роскоши заготовлены высококлассная кожа и кленовый шпон. В последние годы Volkswagen постоянно возил по выставкам, фестивалям и автосалонам разнообразные концепты, предвещающие электрический однообъемник, стилизованный под старичков Т1 и Т2. И вот, наконец, пришло время серийной версии. Машина, которую назвали ID.Bus, действительно вышла похожей на классические немецкие бусики. Кстати, словечко «бас» — это английский глагол «жужжать», а заодно намёк на «бас», то бишь автобус. Итак, перед нами довольно короткий минивэн, который, однако, имеет трёхметровую колёсную базу. Для сравнения, у нынешней Caravelle из серии Т6.1 расстояние между осями те же 3 метра, но длина кузова на пару дециметров больше. Лобастый вэн отличается легковым коэффициентом сопротивления воздуха, а благодаря ультракороткому переднему свесу салон вышел просторным. В нём пара кресел спереди и общий диван сзади, а объём багажника до уровня стёкол составил почти рекордные 1200 литров. Грузовая версия ID.Bus Cargo в том же кузове вмещает 4 кубометра груза — это две европалеты. На старте публике предложат только заднеприводную версию с 200-сильным электромотором и 80-киловаттной батареей. Впоследствии семейство расширится. Анонсирован полный привод, удлинённая база, трёхрядный салон и даже ёмкая батарея на 111 кВт-часов.